Итак, в этом году наш город по-особенному преобразился. Он стал еще красивее, чище. Открылись новые парки, аллеи, зон отдыха. Запустился мегапроект большой, это конгресс-центр. От этого, я думаю, что желающих посетить южный мегаполис может стать еще больше. Так вот, как интересно и насыщенно провести один день в Шумкенте, расскажу сегодня я. Добрый день. Поднимаемся на второй этаж и я, наверное, сяду вот сюда. Двухъярусный туристический автобус впервые проехался по Шумкентским улицам в 2015 году. Тогда первый запуск стал настоящим событием для города, а для кого-то даже самым важным днем в жизни. Предложить своей девушке свою руку, сердце. Ты меня любишь? Я тебя тоже очень сильно. К сожалению, сейчас в автобусе ни предложения руки и сердца, ни толпы любопытных туристов не встретишь. Редбас перестал совершать ежедневные маршруты. Арендовать его могут только частные группы. Стоимость прогулки с ветерком обойдется вам в 70 тысяч тенге. Вмещает автобус 65 человек. Это идеальный вариант на случай, если к вам приехали гости и надо показать город. Найти их можно в социальных сетях. Итак, наша первая локация – старое излюбленное место горожан – озеро. Этот искусственный водоем был создан еще в XIX веке как ирригационное сооружение. Позже оно стало негодным, сюда перестала поступать вода. Итак, недавно специалисты занялись этим местом, очистили здесь дно, благоустроили, поставили освещение, запустили вот эти фонтаны, заполнили водоем. И я считаю, что это место отличное, чтобы спасаться от знойной жары. Тем более, вот ближе к вечеру здесь запускается большой фонтан и на той стороне тоже. Тут предусмотрели прогулочную зону, высадили цветы, поставили скамейки и вот такую красивую инсталляцию, которая, скорее всего, и станет новомодным местом для влюбленных. Запустили озеро на радость местных жителей буквально на прошлой неделе. С первых дней на озере очень много людей, особенно в вечернее время. С утра и до поздней ночи здесь трудятся коммунальные службы, следят за порядком. Еще очень удобно, что здесь установлены вот такие беседки под куполом. Можно спрятаться от палящего солнца. Ну а мы едем дальше по намеченному плану. Применем в микрорайон Шумкен-Сити. Итак, если вы приехали с детьми, у нас в городе открылась потрясающая локация. Это парк Шумкен-Сити. Посмотрите, какое большое красивое озеро здесь. Есть амфитеатр, вон там есть лежаки, можно позагорать, можно отдохнуть. Есть воркаут-зона, несколько детских площадок, качели, беседки. Пойдемте смотреть вместе. Только посмотрите на эту красоту. Огромный парк с территорией 18 гектаров. Ключевой объект – искусственное озеро площадью 5800 квадратных метров. Высокий фонтан. Красивейшие и комфортные качели для взрослых и детей. Находиться здесь, у озера, под искрящиеся брызги фонтана – одно сплошное удовольствие. Детям здесь есть где разгуляться. Мы насчитали целых четыре детских площадок. Одна из них для детей с ограниченными возможностями, с удобными спусками-пандусами для колясок. Есть также площадки из эко-материалов – дерево сорта «Рабини». А теплый мелкий золотистый песочек дети оценили на ура. На спортивной территории воркаут-зона, футбольная, баскетбольная, волейбольная поля, а также скейт-парк для любителей покататься. Есть тут еще вот такие лежаки, можно погреться на солнце, велодорожка протяженностью в два километра, комфортные беседки, где можно даже поиграть в настольные игры или устроить пикник. Пока что это единственный парк в Шумкенте с таким количеством активности как для детей, так и взрослых. И интересно, что изначально местные власти обещали построить три очереди данного парта с общей площадью в 45 гектаров. Однако на данный момент построена лишь первая очередь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Находится парк Шумкент-Сити прямо возле конгресс-центра Тулип-Холл и торгово-развлекательного центра Шумкент-Сити-Молл. Это новый центр южного мегаполиса. Единственное, что не понравилось лично мне, это наличие мусора. Снимали мы с утра и, видимо, с ночи никто даже не убирал территорию. Поэтому здесь прямое обращение как к жителям нашего города, так и местной администрации. Давайте соблюдать чистоту и оставлять мусор только в положенных для этого местах. Тем более, что здесь практически на каждом углу установлены камеры видеонаблюдения. Нарушителей порядка можно вычислить в два счета при желании. Итак, ни один уважающий себя турист, да и житель города не пропустит эту локацию. За парк одна из главных достопримечательностей города. Работает он каждый день без выходных. А стоимость билета для взрослого 800 тенге, студентов 600 тенге и для детей 400 тенге. Вход до 6 лет бесплатный. Парк открыли в 1980 году. Его территория огромная, 30 гектаров. Поэтому, чтобы сэкономить время и силы, можно прокатиться на вот такой машине. Стоимость поездки в одну сторону 300 тенге. Здесь содержится около 2500 животных, представляющих 300 видов. Но буквально вчера в семействе зверей было пополнение. Родился малыш пони. Этот маленький пони родился только вчера. Представляете, ему всего один день, и я не могу за ним угнаться, потому что он везде бежит за своей мамой. А как зовут пони? Ян Дороя Спа? Конкурс Ха? А может быть наши зрители помогут выбрать имя? В общем, этот выпуск мы заливаем на ютуб канал телеканала Утрар. И вы в комментариях можете выбрать имя для пони. А погладить можно его? Статца? Ладно, не будем мучить, да? А вообще, интересный факт о пони. Оказывается, взрослое животное может в день выпивать от 75 до 110 литров воды в день. Правда? А где их вода? Где вода их? Здесь вообще нет воды, а... А? Ян Докуят? Просто на улице так жарко. Еще и вон малыш есть. Налейте, пожалуйста, воду. Спасибо. А этому красавчику уже два года, и в сопровождении взрослых он точно не нуждается. Вау! Я не знаю, что вы знаете, что вы знаете? А эти милые лемуры – новички из-за парка живут вдвоем. Самка оказалась более общительной и любопытной. Все как в жизни. Лемуры обитают только на Каморских островах и Мадагаскаре. Откуда привезли? Новосибирск. За парка привезли. Привет. Пойдем. Не бойся, не бойся. Самец же сразу показал, кто тут хозяин. Сначала он внимательно осмотрел нас, потом камеру, а затем и вовсе оттолкнул. Демонстративно показывая, что нам тут не рады. После этого мы решили пойти к более дружелюбным животным. Можно купить здесь корм, стоит 500 тенге, и покормить некоторых животных. А почему зубр такой неухоженный? Неухоженный? Ну вот у него какая-то шерсть неоднородная. Неудача. Я говорю о чем-то stigma. Как вы за ними ухаживаете? Слушай, в общем, он вы contemptу. В этих пути, в quotes, где мы начнем по-за того, чтобы спросить, Кстати, у нас есть биологии. Это некоторые ты их сочинешься. Мне нужно сделать это. Мне нужно знать, что я сталкивался на молодежь. А еще нет. Второй цвет. Считаю, вы сейчас в следующем году, для тех, в следующем году, вам поставить. Спасибо за просмотр! мы в самый пик жары в обеденное время, поэтому многие животные отдыхали в тени или в закрытых вольерах. Но увидеть вы здесь сможете разных пород медведей, редких птиц, львов, тигра, зебр, мартышек, крокодила, бегемота, жирафа, который, кстати, 6 июля отметил свой день рождения и еще много-много кого. Напомню еще раз, это зверение стал домом для 2500 животных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, мы приехали на самую высокую точку в северной части Шумкента. Это памятник Байдибек Би. Он один из самых больших в Казахстане. Весит 9 тонн, представляете? И вот именно здесь открывается прекрасный вид на наш город. Посмотрите, как зелено, красиво, очень много цветов. Там внизу есть парк, можно покататься на аттракционах. Пошлите вместе. Вот по этим лестницам можно спуститься вниз до парка аттракционов. Запасайтесь удобной обувью, хорошим настроением и вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Парк развлечений Жайлау Холь открылся в 2016 году и здесь есть где разгуляться. Например, прокатиться на колесе обозрения или американской горке. А еще есть очень много аттракционов для детей любых возрастов. Есть тут еще большой водоем, можно покататься на катамаранах. Прогулка на четырехместном катамаране обойдется вам в 3000 тенге за полчаса, а вот двухместность стоит 2000 тенге. Ну а я решила проверить себя на прочность. Так, для любителя адреналина здесь есть тарзанка, стоит 1500 тенге. Туда 200 метров, обратно 200 метров. В общем, сейчас посмотрим, как это. Нау, кханша килограмм адам-дэ кутирялат? Токсан килограмм? Да, токсан килограмм. Коеб адам келем, а осында? Да. Менегаза шумкенте осынай, тарзанка барыкен, бельмеппен. Дальше, вот такие мучения. Кхан дай салмах кирикушет. А чё, а если я застряну? То есть дети не могут здесь прокатиться, да, подростки? Только алпский килограмм адам-дэ кутирялат? Да, алпский килограмм. Да, алпский килограмм адам... Просто отрам, да? Сигры. Сигры. Раз, два, три. Ааааара! Как не думать, что они-то оийны. Классно, Рахмет, клуб. Все, всем советую приехать сюда, 1500 тенге туда и обратно. Ну и на этом наша прогулка по парку Жайлау Коли завершилась. Кстати, сюда можно прийти, когда стемнеет. Только посмотрите, как тут красиво по ночам. Итак, если вам хочется покататься, например, на велосипеде или электросамокате и при этом прикоснуться к истории, то вам прямиком на место старой детской железной дороги. Это знаковое место было построено в 1980 году Асанбае Маскарово. И уже в первый год детский поезд перевез 176 тысяч пассажиров. А потом начались поломки и проблемы с подвижным составом. Много лет детская железная дорога простаивала. В 2015 году ее решили реанимировать. Правда, ненадолго. И вот спустя долгих лет бездействия на этом историческом месте Акимаш Мкент организовал тематическую прогулочную зону. Велодорожка длиной в 5,5 километров за короткое время стала популярным местом среди горожан. Ну и конечно, после такого насыщенного дня грех не прогуляться по дендропарку. Это настоящий оазис в центре Шимкента и наша гордость. На 117 гектарах произрастает около 105 тысяч деревьев. Дышать этим воздухом, особенно в жару, одно удовольствие. На территории парка, например, можно встретить белочек. Белочка. Ай, красавица побежала. Я не знала, что у нас за дендропарк есть белки. В центре Дендрария находится живописное озеро. Площадь парка огромна. Здесь люди устраивают пикники, спортивные площадки, небольшая детская площадка. Двери дендропарка с раннего утра открывают бегуны, а после обеда и до позднего вечера здесь гуляют с семьями. Одним словом, побывать в дендропарке должен каждый гость, приезжающий в наш солнечный мегаполис. Субтитры сделал DimaTorzok На этом наш съемочный день подошел к концу, и этого слишком мало, чтобы охватить все интересные локации города. Поэтому в следующий раз мы с вами обязательно посетим новую мечеть, прикоснемся к истории в цитадели, и своими глазами увидим, где захоронены родители Ходжи Ахмета Ясауи. И да, это все в Шымкенте. Поэтому оставайтесь с нами и до скорых встреч в эфире.